Жители домов по улице Грибоедова каждый день наблюдают за тем, как рушатся их дома. От старости. Но люди заметили, что этот процесс ускоряется, как только по соседству строители начинают сносить ветхие здания. Якобы предприниматели собираются возводить здесь несколько жилых многоэтажек. Причем представители компании-застройщика уверяют, что если дома и обрушатся, то не по их вине. Этот адрес мы наносим на карту проблем Новосибирска. В рамках нашего проекта мы рассказываем о тех, кому больше негде искать помощи. Октябрьский район, улица Грибоедова, 160, 166 и 168. Из-за сноса ближайших зданий рушатся заселенные дома. То есть, когда начали сносить, все, вот здесь вот упал. Благо, никого не было в туалете. Там куски такие падали, но голову пробил бы взрослый вот человек. Екатерина Клиндухова в свою квартиру теперь заходит с опаской. Со дня на день здесь может рухнуть потолок. После того, как неделю назад неподалеку начали сносить старое общежитие, по стенам пошли трещины. На следующий день, получается, воскресенье, они начали в 8 утра, но часов в 10, наверное, в 11 утра у меня началась эта штукатурка, все падает. То есть на второй день после их работ здание начало уже все сдавать. Жители уверяют, таких нагрузок их дом может не выдержать, потому что фактически стоит на земле. Нет отмозки, нет, как правильно назвать, фундамента. То есть фундамент, вот все, что осталось, с той стороны там вообще фундамента нет. В плачевном состоянии находятся еще два дома по соседству, построенные почти 70 лет назад. Несколько десятков семей готовятся к тому, что завтра жить им будет уже негде. Колебания проходят и проходят по дому. То есть дом играет, получается. Если они сейчас вот это все уберут и начнут вбивать сваи, у нас дом просто сложится. Сложится как карточный домик. Пока жители гадают, сколько еще продержатся их бараки, строители не прекращают работу ни на день. Паспорта объекта здесь нет. По слухам, рядом должны вырасти несколько жилых многоэтажек. Строители настолько спешили освободить лакомый участок земли в Октябрьском районе, что даже не удосужились выставить хоть какое-то ограждение. Вместо тяжелого массивного забора, который бы защищал случайных прохожих и, главное, детей от обломков, здесь натянули упаковочную ленту. Люди написали просьбу о помощи в управляющую компанию. Ответа пока не получили. Жилищники оперативно прокомментировать ситуацию нам не смогли, но в приватной беседе инженеры заметили, чтобы понять, от чего идут трещины, нужна дорогостоящая экспертиза. На нее денег нет. А дома рушатся, мол, от старости. С этим солидарны и представители компании-застройщика, которые уверяют, они здесь ни при чем. Встречались с представителями нашей организации и представителями администрации. Ничего не было замечено, никаких вибраций во время работы нашей компании. Ну, видимо, действительно, дома старые, они сами по себе не очень хорошо выглядят. Между тем, местные жители подсчитывают, сколько денег нужно потратить хотя бы на косметический ремонт. На переселение они и не надеются. Дома до сих пор не входят в список аварийного жилья. Павел Теунов, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск. Мы продолжим следить за этой ситуацией, как и за теми, что уже отмечены на нашей карте проблем Новосибирска. Если и вы наткнулись на непонимание чиновников и ответственных лиц, звоните в нашу редакцию. Постараемся разобраться. Кстати, именно ради этого наши журналисты не уходят в отпуск. И напомню, что красные точки с карты проблем Новосибирска мы убираем только после того, как проблема будет решена.